Она посвятила жизнь науке. Ее имя известно о научном мире не только в нашей стране, но и за рубежом. Ее научные статьи публикуются в странах СНГ, а монография за анонимия в карачаево-балкарском языке переводится в Турции. В Государственной библиотеке имени Халимат Байрамуковой состоялась презентация нового труда ученого-филолога Фатима Теркенова. Арнитанимия в карачаево-балкарском языке. Лексико-семантический аспект. Мадина Каракетова подробнее. Она посвятила жизнь науке. Более 40 лет Фатима Теркенова, ученый-филолог, занимается научной деятельностью. Итогом этой работы стали множество монографий, научные статьи и публикации, которые в основной своей массе посвящены карачаево-балкарскому языку. На выставке, приуроченной к презентации, можно ознакомиться с основными из этих работ, а также с другой ветвью ее деятельности – писательской. Труд, который презентовали сегодня, посвящен птицам и называется «Орнитанимия» в карачаево-балкарском языке. Их около 500, но я не только на карачаево-балкарском, русском, английском языках, чтобы дети могли, какой хотят язык. И там фотографии цветные. И туда же собраны русские пословицы, поговорки, фразологизмы, касающиеся этой темы. Перевела русские на карачаевские, а карачаевские на русские. Там фразологизмы, там пословицы, там сравнения. Потом, там есть в начале научного исследования, годами, десятилетиями научного исследования, которые я провела, сравнила свой карачаево-балкарский язык с 40 тюркскими языками на русском языке. Эта академическая работа прошла рецензирование в Москве. Презентация нового научного труда Фатима Теркеновой проходила при полном аншлаге. Пришедшие поздравить известного ученого-филолога с успешным завершением еще одного большого исследовательского труда говорили о значимости этой работы, бесценности для сохранения и развития карачаево-балкарского языка. Фатима Пахаратина является почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации. Она заслужена деятельной науки карачаево-балкарского языка. Уже естественно они говорят о том, что у нее есть значительные заслуги в развитии языка знания. И что особенно важно в развитии языка знания карачаево-балкарского народа, который был рефиксирован, который создал уже в принципе науку после возвращения с импортации. Фатима Теркенова создала 8 монографий, 4 из которых изданы, 4 еще в процессе редактирования и утверждения. Арнитонемия в карачаево-балкарском языке является своего рода продолжением предыдущей ее монографии «Заанемии» в карачаево-балкарском языке, которая, кстати сказать, переводится на турецкий язык. Выступающие отметили, что исследования Фатима Теркеновой в области филологии активно стимулировали рост отечественной лингвистики, подняли авторитеты региональных тюркологических исследований. Она внесла существенный вклад в научную популяризацию карачаево-балкарской лексикологии. Фатима Теркенова имеет заслуженное звание, награждена множество раз. Этому также была посвящена одна из выставок, приуроченных к презентации книги. «Писательское основное общество в Министерстве по делу национальности. Хочу выразить свою благодарность Фатиме Бахаратовне. Фатима Бахаратовна провела очень серьезное исследование, которое, я думаю, будет отценивано под услугом. И в дальнейшем это будет основное, длительное, преподное значение приведет ваша работа». Как рассказала сама автор презентуемого труда, все ее работы направлены на восстановление, развитие и сохранение родного карачаево-балкарского языка, который находится на грани исчезновения. Серьезным испытанием для него стали годы, проведенные карачаевцами и балкарцами в депортации, когда большая часть пожилых людей, основных носителей языка, погибли от голода и других лишений. По тем же причинам погибли более 22 тысяч детей. Кстати, птиц, описываемых в орнитонами и карачаево-балкарском языке, авторы ассоциируют с детьми, погибшими в годы депортации, которым сломали крылья, не позволили жить и летать. В те годы карачаево-балкарский народ потерял несколько пластов своей культуры, обычаев, традиций, языка, уверенно ученые. И все свои предыдущие и будущие труды я посвятила восстановлению исторической справедливости и возвращению карачаевского народа, говорит Фатима Таркенова. И признается, что сегодня, видя гостей, презентации, она испытывает неописуемые чувства. Я счастлива, я очень люблю свой народ. Участие всех этих людей сегодня – это признание моих трудов. Я очень благодарна моим коллегам, гостям, которые приехали из Кисловодска, из Турции прилетели, из Карачаевска гости, из Кисловодска, и, конечно, моих коллеги. Я очень горжусь. Мадина Каракетова, Михак, Ракелян, Вести, Карачаево, Черкесия.